здравствуйте друзья любители птиц я снова рад приветствовать вас на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено очень важной теме здоровью наших маленьких пернатых питомств у кого-то это попугаи у кого-то канарейки а у кого-то даже дикие птицы тоже пересмешка та же зарянка щегол чиж их перечислять можно бесконечно в общем видео посвящаю жердочкам это очень важная тема поскольку многие из нас когда приносят птицу из магазина в покупной клетке в этой клетке установлены пластиковые жердочки многие форумы говорят то что это плохо многие говорят то что это хорошо мнение расходятся но сегодняшней беседе мы с вами проанализируем вместе и вы каждый для себя сделайте вывод и определите как вам поступать со своим питомцем и так друзья я вам сейчас наглядно все продемонстрирую расскажу ну возможно я вам не стопроцентную дам информацию но по крайней мере я вас направлю в нужное русло и вы будете дальше додумаете где-то что-то может больше подчеркнете мне потом в комментариях напишите и совместными усилиями мы сделаем жизнь наших маленьких пернатых питомцев лучше комфортней и тем самым они будут у нас здоровее и дольше проживут и дольше будут радовать нас своим своим пением своим присутствием в общем ребятки переходим к такой вот ну тема как большая но хоть немножко затронем итак друзья я приготовил наглядные наглядные у нас нами пособия будут сегодня вашему вниманию будет представлен кеннер поговорим о кеннерах он же будет представлять у нас и диких птиц вот и сегодня впервые в моем эфире нам будут позировать певчи и попугаи это пара певчих попугаев эта пара по пришла ко мне в двухмесячном возрасте это был март 2020 года я приобрел эту пару у хорошего заводчика с краснодара вот значит самец синий вот видите ярко-синий это самец а самочка цвета коры черешни собственно на ветках черешни сейчас они сидят у нас и так друзья по поводу жердочек я просто решил в своем хозяйстве обновить жердочки потому что задумался все ли в порядке вот такие жердочки я уже убрал этим жердочкам полгода тут жили попугаи все убирается ставится новые жердочки смотрите друзья кто покупает в зоомагазине клеточки пластиковые вот я нашел тут у меня есть это показать вот эти пластиковые клетки эти жердочки они вредны потому как они твердые коготочек птички не может туда впиться и когда птичка засыпает или отдыхает у нее коготок постоянно скользит и это нарушает правильную функцию когтя отсюда различные болезни допустим там перерастания или пальцы немножко бывает закручивать потому что не ну не не удобно это дело а самое главное заболевание это воспаление у птички вот у нее есть эти подушечки называется кожный дерматит из этого воспаления в основном встречается из-за пластиковых жердочек то есть пластиковые жердочки по возможности друзья убираем все убрали затем смотрите вот у меня была такая ошибка у канареек были вот такие вот начисто натертые жерды жердочки но этим жердочкам уже лет до лет они вот тарахтят так как барабанные палочки так вот смотрите друзья у многих моих знакомых я замечал тоже есть старенькие жердочки эти жердочки но они натертые вот как бы нет коры все она чистая и все прекрасно а на самом деле нет друзья эта жердочка уже считается мертвая а где вы видели чтобы птичка сидела на мертвом дереве обратите внимание дерево засохло на нем нет ли опала листва на нем даже птица не садится ну иногда бывает залетит какая-нибудь хищная птица чтобы полакомиться там жучками паучками и все а в основном они не сидят потому что коры дерево мертвое птицы не сидят и отсутствие коры тоже очень большой минус я вам сейчас в процессе разговора расскажу плюсы коры и вы поймете и будете я думаю чаще станете менять своим птицам палочки с корой предлагайте по возможности чаще вот эти палочки без коры хоть они чистые тоже выкидываем ну и естественно затоптанные вот такие грязные палки кто-то предложит мыть дезинфицировать нет друзья тоже берем их и убираем вот идем в посадку в ближайшую и нарезаем новые ветки но еще хотел бы сказать друзья вот если нам птичникам нужно много веток вырезать так что по возможности сажайте деревья хотя бы три дерева посадите в этом году в общем друзья вот я поменял палочки у камере это обратите внимание хочу подчеркнуть чтобы диаметр палочек у вас был разный чтобы птица могла во первых выбирать на какой удобно сидеть это раз во вторых вот у меня это немножко это немножко шире а это ближе к норме и птица тем самым у нее получается при посадке то так то так работают пальцы тем самым работают мышцы и не допускается деформации ступни что очень зачастую бывает и еще обратите внимание чтобы как подобрать палочку чтобы диаметр палочки соответствовал захвату птички птичка должна захватывать две третьих жердочки две третьих жердочки говоря проще что когда она сидит птица у нее коготочки не должны допустим вот она если сядет они должны вот вот туда вот так как свободного так заходить и они должны впираться в жердочку вот когда птица села заснула или решила отдохнуть когти должны воткнуться в жердочку и птица будет себя комфортно чувствовать и ногти будут правильно истачиваться и не будет перерастания ногтей это одно это за перерастание ногтей и еще очень важный фактор у птиц у птиц там где вот пальцы где подошва их них лапок там расположено множество капилляров эти капилляры взаимодействуют с функцией сердца почек и печени понимаете как и когда птица садится на жердочку именно с корой кора она содержит в себе очень много полезных минералов и тем самым она улучшает работу сердце функции сердца функции печени и почек значит вот как в природе получается птичка садится в общем изначально почему кора должна быть кора должна быть потому что птица свои если где-то походила по земле там или по навозу она в любом случае у нас в клетке сколько если мы будем убирать даже маленький остаток навоза он прилипает к лапкам так вот кора естественным образом чистит лапки от навоза и от всякого различного мусора который может оставаться где-то там в морщинках между подушечками таким образом лапки будут в чистоте капилляры будут естественным образом массироваться как такой мини микро массаж тем самым будет улучшаться кровообмен печени почек сердца это очень важные органы птицы одни из самых важных еще есть важные легкие ну и много ну в общем вот по поводу печени почек сердца это оказывается друзья палочки с корой очень важны ну и также не будем забывать про кожный дерматит подошвенный дерматит который вот воспаление пучек кора веточки с корой даже если у кого-то есть птицы у которых воспалились пучки постарайтесь каждую неделю менять жердочки просто свежую кору и вы посмотрите ваша птичка у нее пройдет это воспаление лапок все будет хорошо вот значит ну по поводу канареек и лесных птичек ясненько вам до диаметр я вам показал на что это все влияет рассказал сейчас перейдем к попугаем а еще кстати друзья немножко за малым забыл сказать старайтесь и канарейкам и лесным птичкам делать веточки из мягкой породы дерева это допустим липа ивушка липа до липа ива бузина к примеру вот такие мягкие породы дерева если она будет изнашиваться то потом обновляйте почаще вот кто-то скажет возможно кто-то скажет что это долгая песня зачем это надо а друзья птицеводы посмотрите на наших друзей которые занимаются собаками вот к примеру да утром выгуливают вечером выгуливают и никто не говорит и никто не говорит так выгуливать это долго выгнать допустим песика на балкон он там подышал воздухом и заходи в дом нет они берут встают с дивана и идут выгуливать своих собак то есть друзья мотайте на ус пишите конспект и вот все эти полезности помните об этом не забывайте значит к попугаем сейчас перейдем они поговорим как я тут сделал сейчас покажу так вообще вот история этого вольера изначально он строился под зебровых амадин потом все это дело переделалось тут сидели розелы они погрызли кирпичные стены вот сейчас внизу вам немножко могу показать что тут есть пара розел молодая сидят ждут своего большого вольера они видите подкусывают стены выедают кирпич но это потом другая будет история за них и так здесь вот я все выбилил во первых стены тем самым произвел дезинфекцию и поставил новые жердочки обратите внимание как тут у меня получилось мне самому нравится вот здесь я сделал широкую по максимуму по максимуму широкая здесь самая широкая жердочка тоже из коры это здесь у меня черешня может ближе к лету она подсохнет поменяю вот видите как ему нравится на ней сидеть вот кстати мой певчик красавец вот это чуть правее на экране это вентиляция она же летом выход на ульф сейчас закрыл потому что с поля там дует я закрыл сеткой и там поролон положил чтоб не дуло так вот тут жердочка одного диаметра так визуально просто смотрите да здесь у нас жердочка она один конец у него толще другой тоньше это уже разный размер и плюс там вот есть рогать рогатка я не стал ее отрезать она еще из более тонкого прутика это как бы посадочная жердочка чтоб допустим оттуда перелететь сюда потом прыгнуть на кормушку или от кормушки прыгнуть сюда потом прыгнуть дальше то есть в вольере ребят ставьте не больше трех ну максимум четыре жердочки больше не надо это неудобно также у канареек тоже а здесь обратите внимание вообще у меня получилась вот такая жердочка тоже здесь правая сторона жерги более толстая левая немного тоньше а вот ниже отходит как брогатулька там вообще тоненькая там птица если сядет то у нее пальчики соединяться то есть это вредно но для разнообразия здесь как посидеть там несколько секунд тем самым будет гимнастика и лапок то есть вот вот это я хотел вам сказать и лапки будут у нее развиты три мышцы лапочки сухожилия не будет дистрофия развиваться и когаточки будут правильно стачиваться почему я вообще решила поговорить об этом о жердочках ну скорее всего потому что мне порой жалко смотреть как вот люди к примеру в группах на форумах в различных объявлениях выкладывают свои своих питомствах допустим продаем мы там таких-то таких-то птиц смотришь они сидят вообще на рейках рейки загаженные ну ребятки но тоже можно немножко чистить я не говорю что надо вот у меня все классно я вот вам в начале видео сам продемонстрировал какие у меня были жердочки и тут слава богу я сейчас на верном пути и хочу поделиться с вами таким советом чтобы вы были на верном пути чтобы птицы наши были здоровее и так друзья улучшаем кровообмен через капилляры которые находятся в лапках тем самым кора она дает массаж этим капиллярам и можно сказать чудесным образом улучшать здоровье нашей птицы потому что улучшение кровообмена печени почек и сердца оно в совокупности влияет на общее здоровье а это значит у птицы улучшается иммунитет красивые да птицы вот кормушка красная это чтоб не сглазили поплюйте ребятки вот ну я думаю видео вам в любом случае стало полезным обратите внимание в своем хозяйстве на жердочки по возможности друзья меняйте я раньше мыл чистил ножичком сухим сухие какашки не налипают же со временем ножичком почищу и думал что это хорошо оказывается нет лучше менять по возможности вот такие вот дела не забывайте сажать деревья потому что я так задумался если я сейчас я намерен всем поменять своим питомцам жерди а это получается сейчас разы вам к примеру поставлю яблони черешню они будут грызть я раньше им акацию ставил они будут грызть грызать это мне в год надо наверно спилить черешни две но я вам попозже видео сниму покажу сколько я насажал разных деревьев в огороде у меня там есть но это уже не огород это уже сад у меня там есть и березы и ивушки и липы и боярышник и черешни и сливы и многие многие деревья и все в большом количестве это все для попугаев что все бы все птицы были здоровые друзья если кто-то не понял какие-то нюансы может где-то я бывает оговариваюсь от волнения просто это как-то так не очень не очень легко все эти вот вести видео но друзья вы всегда можете написать в комментариях что если кто-то не понял и мы с вами обсудим более подробно в комментариях все удобно там спокойно сядем у своих компьютеров и будем общаться не забывайте писать комментарии это я вам сейчас показываю своих птиц самец с яркой головой самка с темной головой через месяц наверное буду вешать им домик кстати в этом вольерчики они будут жить печи высота вольера примерно 60 сантиметров длина вольера примерно полтора глубина вольера где-то 60 сантиметров там шикарно им будет летать и сейчас потеплеет открою вентиляцию будет сюда свежий воздух попадать и можно сделать выход на улицу но перчи пугливые к сожалению я их не буду выпускать на улицу потому что мне надо их другая задача у меня от них вот такие вот дела у нас сейчас еще вам покажу кенера кстати хотел немножко поговорить о том как смотрится кенер вот клетки моей после реставрации на белом фоне я думал делать фон в клетках разный но я склоняюсь к тому что сделаю везде белый фон это очень красиво во первых во вторых так лучше поддерживать чистоту всегда видно если где-то грязно можно всегда покрасить или поделить я уже ведь и готовлю клетку к размы к разведению здесь будет разводиться пара канареек вот в этом устройстве будет установлена туда чаша гнездо подселю ему самочку и в общем такие вот дела будут скоро продолжение это все следует буду все показывать делиться опытом так что друзья до скорой встречи с заботой о ваших питомцах в based красота